Они бывают разные. Строгие, справедливые, веселые, требовательные. Их работа не ограничивается восьмью часами. И для них не существует чужих детей. Накануне 1 сентября журналисты нашего телеканала встретились с жительницами Твери, которые с гордостью носят звание «Учитель». Заместитель директора 19-й школы Твери Татьяна Александровна Петрова олицетворяет настоящий образ школьной учительницы. Теплая улыбка, открытый и добрый проникновенный взгляд. Более 40 лет выпускница Тверского госуниверситета отдала школе. Сначала преподавала в Ессегонске, затем в Твери. В 19-й школе работает с 1988 года. О своем выборе ни разу не пожалела. Любовь к профессии объясняет просто. Если у тебя есть чувство собственного достоинства, и ты уважаешь, я не говорю, не люблю слово «любишь», а уважаешь свою профессию, ты никогда не уйдешь из школы. Дети идут в школу к Татьяне Александровне не столько за знаниями, сколько за общением. Сегодняшние и вчерашние школьники знают, для них двери ее кабинета всегда открыты. Татьяна Александровна убеждена, нужно завоевать авторитет ребенка, а не просто быть для него взрослым. И, конечно, никакой лжи и фальши детей не обмануть. Учитель литературы признается, что может часть урока обсуждать со школьниками интересующий их сериал. Она специально потратит вечер на его просмотр. А материал? Материал нагнать всегда успеют. Уже 10 лет Татьяна Александровна делится своим опытом с начинающими педагогами. В 2013 году она возглавила семинар «Школа молодого учителя». Их надо учить. Вы знаете, учить даже не методики. Сейчас в интернете все можно прочитать. И найти планы уроков, и программы. Учителя молодого надо научить быть человеком, который интересен детям. На семинаре начинающие учителя региона узнают о научной, методической, воспитательной деятельности. А главное, находят ответы на вопросы, которые ежедневно возникают как во время уроков, так и при общении с детьми и их родителями. Не просто вложить в головы детей при мудрости наук. Еще труднее научить их учиться. Впитывать знания с охоты и любознательно добывать их из книг и из жизни. Этим мастерством в совершенстве владеет учитель химии 17-й школы Ирина Орлова. У нее есть все, что должно быть присуще настоящему педагогу. Талант, душевная теплота, внешняя красота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. В школе Ирина Степановна работает 28 лет. Три из них преподают химию в 17-й школе. Ирина Орлова считает, педагог – такая профессия, которая призвана всегда учиться. В этом помогает в том числе участие в профессиональных конкурсах. Ирина Степановна – победитель конкурсов среди лучших учителей национального проекта образования. «Моя педагогическая инициатива». На уровне региона и всероссийского конкурса есть такой огромный конкурс «Мой лучший урок». Туда съезжается огромное количество педагогов со всей России. Там, конечно, колоссальный обмен опыта, или, как я говорю, это педагогические прививки такие. То есть там набираешься опытом, конечно, огромным. Приезжаешь оттуда кладезть у тебя всяких идей. В какой воде дольше стоят цветы, сколько витамина С в шиповнике, как быстро испаряется йод в йодированной соли. Этими и другими вопросами, которые не прописаны в учебниках, задаются ученики Ирины Орловой. Будущие медики, технологи, санитарные врачи. Такой подход дает свои результаты. В этом году выпускники 17-й школы поступили в планируемые вузы. 80% учеников сдали ЕГЭ по химии на 90 баллов и выше. Чтобы обобщить накопленный опыт и поделиться им с предметниками других школ, Ирина Орлова разработала и опубликовала рекомендации по преподаванию элективных курсов, в том числе для школьников 5-х и 6-х классов. Я химией заинтересовывала детей не только в рамках школьной программы с 8-го класса. Было и 5-й, 6-й, да, а сейчас 7-й еще. То есть там, где интерес еще не погас, они еще любят учиться. 1 сентября – отличный повод в очередной раз сказать спасибо людям, которые, порой пренебрегая своей личной жизнью, ставя на второй план свои семьи, учат и воспитывают наших детей. И для которых их успех – высшая профессиональная награда. Этот предпраздничный день не был бы таким ярким без партнеров медиахолдинга «Тверской проспект». По душе хозяйкам придутся подарки от магазина бытовой и встраиваемой техники «Голубой огонек» официального представителя компании «Гефест». В магазине широкий выбор современной бытовой техники от ведущих европейских и азиатских производителей в разной ценовой категории. Эффективно организовать учебно-воспитательный процесс в классе помогут учителям стильные ежедневники от Тверского автосалона «Единый центр трейд-ин». Здесь можно проверить техническое состояние своего автомобиля по восьми основным пунктам абсолютно бесплатно. Чтобы облегчить педагогам домашние хлопоты, химчистка «Мэджик» предоставила сертификат на свои услуги. Химчистка «Мэджик» – идеальное решение для удаления многочисленных специфических загрязнений. Хорошим дополнением к праздничному столу станут экологические, натуральные, а главное вкусные продукты от компании «Зао Калининская». Медиахолдинг «Тверской проспект» в свою очередь пригласил Татьяну Александровну и Ирину Степанову на джазовый концерт, который пройдет в киноконцертном зале «Панорама». Кинотеатр «Панорама» позволяет насладиться волшебной акустикой, получить заряд положительной энергии и массу приятных эмоций. Мы присоединяемся к поздравлениям наших партнеров и желаем всем учителям региона творческих успехов, пытливых учеников, благодарных родителей. Спасибо вам за детей!